В Хасавьурте по инициативе отдела по делам молодежи будет создан координационный центр развития добровольческого волонтерского движения муниципального образования город Хасавьурт при Дворце культуры «Спартак». Под волонтерской деятельностью понимается добровольная деятельность граждан по бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг и оказанию иной поддержки общественно-полезной направленности. Как отметила Иша Татаева, исполняющая обязанности начальника отдела по делам молодежи и туризма, волонтерская деятельность является одним из видов благотворительной деятельности, продолжив, что организация координационного центра обусловлена необходимостью создания площадки по накоплению и распространению опыта развития волонтерского движения, координации деятельности волонтеров в части повышения эффективности применения их труда. На базе каждого учебного заведения функционируют и работают волонтерские отряды. Есть достаточно хорошо и на высоком уровне проводятся различные мероприятия, различные, скажем так, направления. Дело в том, что правительством Республики Дагестан уделено большое внимание созданию волонтерского и добровольческого движения в Республике Дагестан после того, как стали праздновать юбилей города Дзербет. Скажем так, правительству и министерству по делам молодежи очень понравилось, как работала молодежь, как работали волонтеры в этом направлении, в направлении подготовки, проведения организации данных мероприятий праздничных. И решили сконцентрировать, создать один центр, либо совет каждому мультипалитету. Целью координационного центра является создание условий для информирования и развития волонтерского движения в Хасавюрте с привлечением детей и молодежи к бескорыстному участию в социально значимой деятельности. В состав добровольческого движения входят представители государственных органов и учреждений, общественных организаций, заинтересованных в развитии волонтерской активности, молодежи и привлечении добровольческого труда. Направлениями волонтерской деятельности является оказание помощи ветеранам, лицам с ограниченными возможностями здоровья, учреждениям для детей-сирот, также профилактические мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. Бурлия Цамбиева, Абдулла Алиев, информационная программа Польс.